Немало нарушений можно встретить и на иркутских дорогах. И порой водители забывают не только о существовании правил дорожного движения, но и о элементарном уважении к другим участникам движения. И особенно актуально это сейчас, когда на многих улицах Иркутска начался дорожный ремонт. Как ведут себя водители на таких участках, наша съемочная группа выясняла в рамках рубрики «АвтоХам». Известная мудрость гласит, что уважение к людям есть уважение к самому себе. И потому не стоит поступать с другими так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой. Однако иногда об этой простой истине напрочь забывают иркутские водители и пешеходы, нарушая правила дорожного движения. Особенно чревато это может быть в период уличных ремонтов. Растет ли количество хамства на дорогах, мы решили выяснить с помощью эксперимента на одной из ремонтируемых улиц. Местом испытания иркутян на взаимную дорожную вежливость стала улица Депутатская. Из-за ремонта нарушителями поневоле здесь становятся пешеходы. Чтобы перейти проезжую часть, как положено, по зебре, им нужно преодолеть полосу препятствий. Глубокий ров и бетонные блоки посреди перехода. Либо нарушить правила и перебежать дорогу в неположенном месте. И далеко не все водители готовы проявить уважение к своим землякам и пропустить их. Водители видят, что я сейчас пошла сюда, но в принципе он даже не остановился. Я торможу обычно, если меня не пропускают, я наоборот проедет машина, потом прохожу. Пропускают в основном, где зебра. Где зебры нету, там не пропускают. Впрочем, водителей можно понять. Перебегающий пешеход, либо неожиданно остановившаяся машина могут легко спровоцировать ДТП. Но похоже, что ремонт положительно повлиял на поведение автомобилистов. Иначе как объяснить, что за час на этом перекрестке не произошло ни одной аварийной ситуации или опасного маневра. Напротив, все вежливо притормаживают и пропускают друг друга. Даже удивительно. Люди выступают, наоборот. Вот час даже заезжал. Спокойно все стоят, ждут. Аварийкой просто поморгал и все. Результат эксперимента оказался для нас совершенно неожиданным. Видимо, ремонт вынуждает водителей снизить скорость и повысить бдительность. Ведь в обычное время такое поведение, увы, для иркутских водителей нетипично. Зато куда чаще на дорогах столицы Прибайкалья можно встретить обгоны по встречке, опасные маневры и неприкрытое автохамство. Дарья Эйвазова, Павел Рютин. Новости по будням.